ну что по новое расстроились что киевляне проиграли барселоне которая выступала на нск олимпийский не сильнейшим составом а не нужно динамо киев играет в лиге чемпионов для того чтобы набираться опыта сражений сильными мира сего а потом уже этот опыт использовать поединках плей-офф лиги европы если конечно же в итоге удастся опередить ференс варуш больно уж резво выступают парни сереже реброва ювентус и сами киевляне в этом убедились так вот динамовцы могли конечно совершить чудо но в первом матче когда в барселоне не реализовали несколько убойных моментов и минимально проиграли матч который по сути не имели права проигрывать в киеве было ясно если киевляне не научатся использовать голевые ситуации очков с барсей им не видать что в конце концов и произошло моменты были немного да но были жаль они не материализовались кстати именно после таких матчей становится ясно почему например дп на играет не в испании а украине что-то типа на те вам у боже что нам не гоже не нужно расстраиваться поражению динамо цыплят по осени считают а динамовская осень наступит тогда когда придет пора сражения с фаренс варушем за право весны в лиге европы вот тогда мы и поймем чего стоят киевляне да не смогли на равных противостоять сильный мира сего на своем поле попросту говоря играли как могли как позволял соперник теперь же нужно будет доказывать свою потенцию для перехода в лигу европы так что пожелаю киевлянам чтобы у них дальше все получилось хотелось и моглось всех нас ожидает захватывающая развязка с вами был саныч до новых встреч